Я думаю, кто подойдет, но уже, может быть, пора начинать. Пора. Слава Иисусу Христу, Аллаху нашему Господу, Богу Спасителю. И мы собрались во имя Его, во имя Господне, во имя Христа. И хочу быть вам полезным семинаром, второй частью семинара «История христианства», «История церкви». Кто не был на первой части из вас, кто не был, да? Хорошо, что есть записи, ведутся записи. И стараюсь в последнее время, в последние годы все записывать и выставлять. Потом это даже и самому интересно, знаете, пересмотреть некоторые вещи. И еще для чего. Мое служение реформатовское, православное служение. И действительно, реформация начинается с информации. Так и так оно и есть. Вначале было слово, Бог нас так устроил. Вначале идет информация. И я благодарю Бога за средства, доступные нам массовой информации, через которые действительно можно достигать очень многих людей. И история христианства – моя любимая тема. 20 лет назад она для меня, эта тема открылась по-новому совершенно. Я всегда любил историю, хотя я не историк профессиональный, я художник профессиональный. Но, знаете ли, да, живопись – это мое. Но, знаете ли, когда история, она через Писание, через Библию открывается, через Божье Слово, Божьим Духом, то, конечно же, это совсем другая порой история, нежели мы ее знали раньше. На чем мы остановились? Я говорил о таком периоде истории христианства, когда смешивалось христианство с язычеством, да? Такой очень непростой период, очень даже такой, по-своему, сложный. Я говорил о соборах некоторых, вселенских соборах. И… о каком? 451-й год, Халкидонский собор. Халкидонский собор, да? Да. Я даже вам рассказал, наверное, этот ужасник, да? Что произошло там, на этом соборе, к сожалению, да. В традиционном православии, католицизме до сих пор говорят так, что якобы вот именно такой спиритический сеанс был произведен на том соборе. Почитание мощей, останков человеческих, выдаваемое за христианство с того времени стало очень популярным явлением. Вообще, наша вот с вами история христианства, двухтысячелетняя история церкви, до времени, до эпохи Великой Реформации, чаще всего это была кривая, ведущая вниз. Вот до того самого 1517 года, в 1500, кривая шла чаще всего вниз. Иногда так резко, иногда чуть-чуть, но после того, вот уже 500 лет, истории церкви идет такое восстановление христианства, возрождение, идет покаяние, процесс покаяния, обновления церкви. И на сегодняшний день, знаете ли, вот спустя этих пять столетий, можно констатировать факт, что на самом деле очень многое в христианстве восстановилось, возродилось за эти пять столетий. И благостовенный процесс этот, он не останавливается, он продолжает набирать силу, все больше и больше силу в последнее время, в последнее поколение, слава Богу. И говоря о смешании с язычеством, конечно, можно, знаете ли, по-разному на это все смотреть. Есть безобидные вещи, казалось бы, которые пришли в христианство, но есть очень опасные, о которых я всегда говорю. Условно я это рассказываю, как вот о неких грибах. Есть ядовитые грибы, есть съедобные, а есть такие условно съедобные. Вот, то есть, вроде помрешь, не помрешь и жить не будешь, а можешь помреть, а можешь, а можешь нет. То есть, как приготовишь их, условно съедобные. И знаете, наверное, так попроще расскажу, да. И вот есть многое, что в христианство пришедшее, которое можно назвать как условно съедобные, которое, если правильно подать это, правильно разъяснить, то, в принципе, этим можно даже и жить. Но есть вещи, которые пришли в христианство, которые совершенно ядовитые. Их как ни готовь, как ни старайся, выпаривай, вымачивай, они опасны. В самом себе они несут уже что-то такое противоестественное, антихристианское. Знаете ли, хотя люди пытаются, как вот в том анекдоте, когда батюшка молился за столом во время поста, порося, порося, превратись в карася. Порося так останется поросем, а карась карасем на самом-то деле. Это все, знаете ли, это... И вот культ мощей, почитание мощей, это как ни называя это, как ни пытаясь это выдать за христианство, даже если впереди истории нашей с вами еще будут многие тысячелетия, это никогда не растворится с телом Христа, никогда не станет частью его, это никогда не сможет стать частью Церкви Христовой. Понимаете ли, это противоестественные вещи, они инородные, тела, и тело Христа их отторгает. Знаете, вот я встречался с ветеранами, еще молодым священником совсем, служил много одно время ветеранам, так получилось. В 91-м году, когда я стал священником, то одно из моих служений таких в домах престарелых, и исповедовал я многих ветеранов, и вот из моих тогдашних молодых наблюдений. Знаете, вот эти вот осколки, которые... Некоторые ветераны еще со Второй мировой носили в себе осколки. И знаете ли, вот за эти годы, десятилетия уже тогда, казалось бы, они могли бы рассосаться, или бы тело их приняло бы уже, уже, знаете ли, претерпелось, уже приросло уже давно, уже все. И казалось бы, тело должно было принять как свое. Но наоборот, чем дальше годы, тем больнее и серьезнее все тело отторгает, понимая, что это неестественное что-то в теле. И в тело Христа тысячелетия назад, полторы тысячелетия назад попали разного рода осколки. Многие имплантанты были введены. Но за эти тысячи, за тысячи лет или полторы тысячи лет эти имплантанты, эти вот осколки, они не только не рассосались, не только не принялись телом Христа, наоборот, сегодня они еще больше боли приносят Господу, потому что смысл всех этих вот осколков, да, в теле Христа, всех этих опухолей в теле Мессии, этих метастаз, которые прошли по всему телу уже, смысл очень простой. Отвлечь людей от искупившего нас Господа. Петр пишет об этом в Соборном Послании, втором своем, во второй главе. Очень четко и понятно, говоря о лжеучителях, во втором Послании своем Соборном, апостол Петр, легко запомнил, второе послание, вторая глава, он много там пишет как раз об лжеучителях. Извиняюсь, я опять спешу. И вот характеристика лжеучителя основная, отвлекаясь от искупившего их Господа. То есть, по сути, суть любого лжеучения, согласно Петрову посланию, именно внимание людей от искупителя, от Господа нашего, отвлечь их на что угодно, на кого угодно. И закрыть как бы человека от Бога. По сути, религия, хотя реллигары, это латинское, подразумевает связь с Богом, как бы, да. Но, как ни странно, именно религия, она делает такую страшную работу, как бы закрывая Бога. Как бы, вот многие даже православные священники, интересно, такие вот как Чистяков, допустим, уже покойный, правда, Чистяков уже, отец Георгий, Кочетков, Борисов, из ныне здравствующих, отмечали интересные вещи. Борисов, опытно писал, по-моему, в своей книге «Побелевшие мивы», еще в начале 90-х книга была издана, и он писал, это православный священнослужитель в Москве, я его знаю лично, и интересный человек, я знал больше, правда, Чистякова, честно говоря, Борисова, я только поскольку, Мельконтова. Но вы знаете, отец Георгий уже ушел в вечность. Но о чем эти священники говорили, интересно, что, вы знаете, о проблеме такой, о парадоксе. Вот те вещи, согласно учебников наших православных, вот весь культ, допустим, православный, он собой имеет цель, именно приблизить людей к Богу. Но парадоксально, как раз именно вот это все, что как бы нами замышлялось, как приближение к Богу, оно, как правило, делает прямо противоположную работу, наоборот, как бы закрывает Бога от человека. И, ну, по поводу мощей, здесь даже другая тема немного, она еще более страшная тема, это тема оккультизма. Подмена духовности происходит. Знаете ли, если многобожие идолопоклонство, оно в христианстве играет роль, отвлекающую от Искупителя, Господа Иисуса Христа, то оккультизм религиозный, он с собой подменяет духовность, подменяет саму суть христианства, саму сердцевину. Потому что, еще Павел писал к Оринфянам, интересно, что, к новообращенным людям этим, что я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Наше общение должно быть с Духом Святым. И у Павла в посланиях очень четко прослеживается это, что у человека есть выбор определенный, общаться либо с миром бесовским, падших духов, либо с миром Духа Святого, с Божьим миром. И у Церкви Христа вообще выбор есть такой серьезный, либо быть вертепом разбойников, либо домом молитвы. Как вот в те времена далекие, так вот и сейчас, в принципе. Моя молитва сегодня о том, я понимаю, что для многих традиционных православных священников это больная тема, очень болезненная тема. Молитва о том, чтобы некое такое духовное обезболивающее было, что ли. Действие Духа Святого, пусть Бог поможет братьям осознать, на каком опасном пути мы находимся, если мы общаемся с бесами. Какой опасный путь религиозного оккультизма. Потому что, знаете ли, здесь не только мы имеем дело с проблемами вот этого земного, временного бытия, но и впереди вечность, братья и сестры, впереди вечность. И человек, который здесь плоти от плоти бесовского мира, оккультного, религиозного мира, нет перспективы вечности в Божьем быть присутствии. Знаете ли, это самое страшное, лишиться Божьего вечного этого царства, присутствия. И, конечно, Бог милостив, я знаю, что даже некоторые могут и покаяться прямо вот перед смертью своей. И я знаю такие примеры покаяний и молюсь о том, чтобы пусть даже эта информация, может она такая немного сумбурна, но повлияет может на кого-то, особенно из священников, на принятие правильного решения. Пусть даже если это будет уже на смертном адре. Бог да поможет всем нам во имя Христа Иисуса. Потому что я тоже был почитателем мощей и знаете ли, я верил в то, что это как бы наш христианский культ, это часть христианства. Но прозрение наступило в 96-м. Было горькое прозрение, честно говоря, очень горько было. Даже больно было понимать, осознать, что во многих вещах, в которых я думал, что я служил Богу, оказывается, я служил дьяволу. И многие вещи, в которых я верил, что это общение Божье с Духом Святым, реально я общался с бесами, с дьяволом. Я не понимал этих вещей, не понимая того, понимаете ли, попался в западню. Духовность очень похожая, духовные вещи, знаете ли, даже и в материальном можно ошибиться. Есть люди, которые очень похожи друг на друга, можно ошибиться, можно, допустим, что-то похожее увидеть, допустим. А в мире духовном масса вообще подделок, много схожестей, переживаний. Религия дает переживания определенные. Вот, к примеру, когда в Москву привозили голову одного из святых Пателемона, да, первый раз его, да, его привозили тогда еще первый раз, еще, это были 90-е годы, об этом писали, говорили по телевизору, значит, писали в газетах, и собралась масса людей в Москву, много с Украины было очень паломников, там, отовсюду было много паломников, съезжались люди, тысячи-тысячи людей, там, знаете ли, такой был ажиотаж, что там Мавзаме Венин отдыхает, даже в свои лучшие там времена, значит, я еще пацаном просто бывал там не раз, как бы, выстаивая там огромные очереди с родителями, значит, которые были очень сильно верующие, вот, именно в светлые эти коммунистические, как нам казалось, идеалы, вот, и, понимаете ли, а здесь почитание было очень такое огромное просто, у меня были знакомые священники, конечно, и монахи были, и в Даниловом монастыре, мало, в меньшей степени, там, в Донском монастыре больше, в Елоховском соборе, у меня были точно там хорошие, ну, не то, что связи, но, хорошие знакомые, будем так говорить, и священники, и дяконы, там, и певчей на клиросе, там, многие знали, но, понимаете ли, я предпочитал выставить все эти очереди на двух своих ногах, как бы, чтобы, вот, больше как бы удостоиться, чтобы не пройти туда просто по блату, как бы, а по знакомству к мощам, всю неделю, каждый день я выставил в этих огромных очередях, чтобы, вот, как бы, пропитаться вот этим всем, знаете ли, вот, и, да, было радостно, целый день, с утра до вечера там находился я, первой электричкой приезжаю, значит, с Подмосковья, и, значит, в саму Москву рано, утром приезжаю, и поздно вечером, уже по темному возвращаюсь уже, и, знаете ли, весь день, и не хочется есть, пить, ничего, все такое возвышенное, такое приподнятое, что, и так радостно, так вот, так наполняет все радостью, такое переживание, знаете, как будто, ну, ты не на земле, вот, реально, и вообще, такое переживание сильное, и, я на 100% был убежден, что это, ну, действительно, ну, это Божье присутствие, да, и, если бы мне сказал бы кто-то, что это не Божье, то, не знаю, я, я бы не поверил, просто-напросто, но, такой был один эпизод, в последний самый день, да, и каждый день, я достаивал таки до конца, значит, выставил все очереди, и потом еще не спешил уходить, там, побыть где-то возле мощей, где-то хотя бы поблизости, в присутствии где-то этих мощей, значит, и вы знаете ли, и молясь каждый день Акафисты, Пателемона, там, и другим святым, и вот, когда очередь уже доходила до конца, значит, я попадал в такую ковровую дорожку, приходил к этим мощам, в золотом ларце, значит, там, вот, как бы это все выставлялось, там, очень плохо видно, как бы, только лишь под стеклом, как бы вот кусочек черепа виден, и вот, и монах, который сидел рядышком, старец, он, значит, открывал этот ларец, иногда позволял некоторым, особенно набожным людям, прямо в черепок поцеловать, не через стекло, а прямо в череп поцеловать, и я был очень счастлив, что каждый раз он, видя меня, значит, открывал, да, и прям позволял прямо в черепок поцеловать, я был, конечно, просто, я не буду умываться даже, чтобы, эта святость вся была на мне, значит, и, понимаете ли, в последний день, такой был эпизод, я стою себе, все как обычно, ничто не предвещало, каких-то там, ну, перемен, одна женщина, там, в основном, женщины, понимаете, она даже была похожа на всех остальных женщин, тоже с какой-то косыночкой такой, то есть, все вроде нормально, а у меня какое-то, вот, знаете, как слово знание, только не оттуда есть, еще другие слова знания, подсказки, и, а у меня реально прям подсказка, что это не наша, что это сектант какая-то, что, ну, она как-то не такая, и точно, я стал ее рассматривать, думаю, что же у меня такое, вот, не наше, и вижу, у меня в руках Библия, у меня как-то ехнуло, вот, наши люди с Библией не ходят, и у меня как-то, у меня, значит, даже, какое-то возмущение началось такое, внутреннее, я не мог ее понять, потом я все понял, почему, потому что вот этот дух, он стал мне просто, ну, как, терепать, вот, он прыгивает, значит, что здесь делает женщина с Библией, это как бы, мне показалось, настолько противоестественным, вот, хотя, так подумать, ну, что есть противоестественное, это же Библия, ну, это же не то, что там, не знаю, с какой-то другой книгой ходила, там, но, как-то у меня внутри все, прямо, что так вот, возмутилось, и пока я возмущался, а я вижу, она разговаривает с другими женщинами, с нашими православными, разговаривает с женщинами, думаю, надо же, совращают в свою секцию, видимо, думаю, точно, американская спецподготовка, думаю, значит, да, нас здесь тысячи, мы ее, как говорится, косынками закидаем, знаете ли, она одна, и хоть бы что, и, вот это наглость, значит, и пока я возмущался, так, я еще глядь туда, сюда, никого из батюшек, на зло нету, думаю, мы бы сейчас бы с кем-то соединились бы, и дали бы отпор бы, сектантки бы, вот, а здесь, думаю, ну, я один только, обычно какие-то ходят там, товарищи эти, в рясах, хотя бы эти вот, коробейники какие-то там, или что-то еще с коробками, вот, а здесь, как на зло, никого нету, и представляете, пока я так возмущался себе, втихомолочку, это мадам, она вдруг, поворачивается ко мне, и прямо на меня идет, психическая атака, прямо на меня идет, я, значит, я думаю, я уже пожалел, что, значит, что по сектоведению, хотя у меня было 5 с плюсом, но реально я ничего не знал, я сдал ее, эту тему, очень просто, как, знаете, я сдавал все время, марсидско-ленинскую философию, надо было говорить, говорить и без остановочек, один раз отнулся, один балл снимают, два раза отнулся, ну, как бы еще посмотрят, значит, может, пожалеют, а три раза отнулся, уже все, уже троечка, ну, и, ну, я сдал на 5 с плюсом, потому что говорил, 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 вот, а сектоведение я сдал очень просто, я понял, как бы, ну, как бы, главную тему, этой темы, надо всех ругать, а себя хвалить, вот, и, как бы, как тогда мировой империализм ругали, а это тоже было всех-всех, вот, знаешь, не знаешь, но я одно уловил, и в Ленинграде бывал на лекциях таких тоже, по сектоведению как раз попал, вот, значит, уловил одно, что есть, вот, баптисты, есть песятники, вот, из самых распространенных у нас протестантов, как бы, так вот, я понял так, что это, в принципе, одного поля ягода, значит, как бы, одна палата, но, как бы, баптисты, которые тихие, а песятники, которые буйные, вот, я, как бы, для себя так определил, знаете ли, и, и вот, и эта женщина идет ко мне, а я тогда думаю, а кто ж она вообще, какой она, и представляете, и она подошла, и так нежно, так хорошо стала со мной говорить, так мягко стелить, вот, она даже меня похвалила, начала с того, что меня стала хвалить, и говорит, что я вижу, что вы там, как бы, учитель, наставник, как бы, не вешат, как бы, образец, мне так понравилось ее вступление, ну да, комплименты не только мужчина, не только женщина любит, да, он как бы, я так, ну, вроде как бы, ну, ты говоришь, вроде как все правильно, такой я, и представляете, и она вдруг, ага, показала коготки, она, значит, вдруг говорит, с Библией, прямо так вот, открывает Библию, и говорит, пожалуйста, расскажите мне, вот на основании вот этого слова, в Библии, что сейчас здесь происходит, и вот реально, мой компьютер завис, вот на самом деле, никакие сочетания клавиш уже не реагировало, просто, до самых религиозных, вот я реально, вот реально завис, знаете, ну, я не мог ничего ответить, да, значит, и представляете, значит, первое, что я сказал, это был такой афонаризм, от отца Сергия, я сказал, женщина, вам этого не понять, я так и сказал, и она, самое интересное, видела, что я в таком состоянии, закрыла в Библию, и ушла, так, вежливо, аккуратно, ушла, ну, конечно, после драки кулаками хорошо машется, я бы, думаю, я бы и то сказал, бы так бы сказал, бы так бы сказал, значит, но, как бы, уже нету ее, иди с вещей, где она там, значит, и, но самое интересное, вопрос-то он был такой, по существу, я даже потом уже думал уже, как-то, в 96-м тогда, думаю, а может это была, даже не женщина, а был ангел какой, потому что настолько, ну, по крайней мере, в Божьем духе точно, понимаете ли, потому что вопрос был для меня впоследствии очень важным, что происходит вообще, не только в том конкретном месте, а вообще вот в моей жизни, вот в моем служении, в моей конфессии, вот в целом церкви, если брать на основании учений многих церковных, то все отлично, но если брать на основании Божьего слова, то было все совсем не так, все не так, как надо, да, вот такая была история, но потом уже, спустя годы, я знаете, я вспоминал часто эту историю, и думал, надо же, интересно, вот тот дух, который мне давал, такие радостные, казалось бы, сверхъестественные, такие хорошие переживания, но, что заставило его, вот, совсем по-другому, как бы, реагировать, Божье слово, знаете ли, тот дух, который, казалось бы, такой радостный, и такой приподнятый, он не прошел теста на Слово Божье, его возмутил даже сам факт, что в этой толпе, тысячи людей, есть женщина с Библией в руках, понимаете ли, вот, я потом анализировал, думаю, надо же, вот это да, интересно, и, ну, есть свои наработки у каждого из нас, из христиан, порой я общаюсь, допустим, с христианами очень разных, порой даже очень странных конфессий, даже некоторые из них даже, ну, как бы, трудно назвать христианскими, честно говоря, ну, по долгу своей службы, и работы, служения, часто пересекаюсь, и общаюсь, и бываю в разных очень даже таких, некоторые церкви даже себе церковь не называют, а организациями, называют структурами, там, и как-то еще, так вот, и некоторые очень, очень сильно закрыты, только, вот, особенно закрытыми, очень сложно общаться, конечно, которые только себя считают правильными, всех остальных ложными, вообще, и которые думают, что только лишь у них, вот, истинно, как бы, неверный раб, как бы, или там, или истинный наставник, или как-то еще, Очень жаль таких христиан, очень жаль. И я понимаю, какой дух их мучает. Тот самый дух, что и меня мучил в свое время. До 96-го года он меня просто-напросто, он владел мною. Потому что я был просто захвачен такими мыслями, что вот моя конфессия это единственная собственная конфессия. Правильная. Моя церковь, единственная церковь, все остальное за периметром православия, притом даже не просто православия, а именно вот такого московского разлива, будем так говорить, и выдержки. Вот это есть настоящее. Даже другое православие, оно с такими же крестами, иконами и прочее, но которое вне, как сейчас принято говорить, русского мира, оно уже не настоящее православие даже. То есть даже те же греки, африканцы приезжали, допустим, православные. Ну, как бы, отношение было такое, что, ну, они, как бы, тоже родственники, но такие уже далекие родственники. Вот. Понимаете ли, я был подпитываемой такой гордостью, что именно я священник в самой правильной, единственной церкви правильной. Интересно, один из митрополитов недавно сделал такое заявление в Америке, православный митрополит, один из помощников патриарха московского нынешнего. Он, значит, имел там пресс-конференцию, и вопрос ему задали христиане, баптисты, по-моему, американские, южно-баптистов. Дело было в Техасе, и в одной из баптистских церквей как раз, огромных, там была конференция. И ему вопрос задали, что правда ли, что вот русская православная церковь, московская патриархата, считает себя единственной и исключительно правильной христианской церковью вообще. А правда ли то, что всех других христиан считают, как бы, ну, не христианами? Или это слухи просто, тогда развеете их? И вот этот митрополит, высокообразованный человек, в нескольких высших образований, и светских, и церковных, он сказал, что мы, говорит, почти дословно, цитата, смиренно заявляем, что мы единственная церковь на этой планете вообще. Смиренно, да. Мне это настолько, а в смирении мы заявляем, что да, мы являемся единственной христианской церковью, что все остальные церкви, они как бы июльные церкви. Вот это, да, я думаю, понимаете ли, но сейчас уже это так мне резало слух, так мне это резало, но, я подумал, стоп, но ведь тот же самый дух, который вот сейчас через этого митрополита вот такую дезинформацию пускает в СМИ, тот же самый дух, он меня мучил в свое время. В 91-м году, ну, если отмотать дальше еще, проблема началась еще раньше, по совести-то говоря, в 88-м, когда начинал я свое служение в православном храме, тогда я был чтецом, певцом, мне очень, я был зачарован, буквально зачарован церковным вот этим благочестием, храмовым благочестием, само служение, это новый мир, запахи ладана, пение хора, византийская помпезность, вот это все, этот мир, он очень, знаете ли, очаровал меня, вот, как оказалось, реально. Да, он имеет свою прелестную сторону, и спустя годы я понял, в чем было это очарование. Это очарование Ветхого Завета, это очарование Ветхого Человека, очарование старого мира, падшего мира, греховного мира. Это очарование, знаете ли, вот, падшего человеческого духа. Потому что настоящее благочестие, храмовое благочестие, оно с момента смерти Христа на кресте, ему пришел конец, храмовое благочестие. Храмовое благочестие, оно имело смысл только лишь вот до явления истинного света, истинного Христа. После явления Христа, оно перестало иметь смысл вообще. Истинное благочестие сегодня, оно совершенно в другом. И сегодня храм Божий, в Новом Завете, храм Божий, это не просто каменный храм, где-то там на горе или в Иерусалиме, как помните, Иисус говорил женщине-самарянке, но на всяком месте будете поклоняться Отцу, в духе и в истине. Ибо таких поклонников Отец себе ищет. Мне очень нравится, как в украинском, где там говорится, прагнае, прагнае, жаждет. Отец жаждет таких поклонников. Слава Иисусу! Но я был очарован этим служением. И знаете ли, погружался в такой религиозный мир, но особенно став уже священником. Священником в 1991 году, став священником, я был рад тому, как бы и горд, особенно рода религиозной гордыни такая появилась. Что на меня возложили свои руки вот тот епископ, архиепископ, извиняюсь, Симон Рязанский-Касимовский. Он меня ругал, значит, в священнике. А что на него возлагали свои руки там епископы, на тех епископов другие епископы. И дальше, и дальше, и дальше. И до, как бы, первых апостолов, я, как считал, вот историческая такая правопреемственность, она вот есть. И я теперь в этой цепочке непрерывных руковозложений. И это есть гарантия, значит, истинности. И плюс еще то, что это православно, все. Понимаете ли, это лжеучение, оно очень сильно не давало покоя мне. До самого 1996 года. И только в 1996-м, пересматривая историю христианства через Библию, я обнаружил интересную вещь. Что первое столетие христиане жили себе, не дужили без этого учения. И никаких, о никаких этих родословных не спорили. Знаете ли, о правопреемственностях не спорили. И нормально себе служили Богу. И вот с самого шестого столетия, когда это стало доктриной, это учение. Оно было и раньше, но стало доктриной в шестом веке. На Пятом Соборе как раз в это время, при истинянии Феодоре. То, значит, с тех пор это учение стало, ну, действительно, соблазном очень большим. Для христианства в целом. Да, вы слышали об этом учении наверняка. Об апостольской правопреемственности. Но это ложное учение. Оно не проходит проверку ни Библии. Оно противоречит Священному Писанию напрочь. Потому что, ну, понимаете ли, библейское понимание спасения, оно не включает в себя вот эту правопреемственность определенную. Его нету просто-напросто в Библии. Вот это учение. А нам говорили. И сейчас говорят. И будущим священникам эти мозги промывают. Очень серьезно. Говорят, что якобы это учение, оно архиважно для спасения вообще. То есть, если ты попал в церковь, где вот нет этой преемственности, то это даже не церковь, собственно. И у тебя никаких шансов нет на спасение. Понимаете ли? Но библейский путь спасения, он включает совершенно другие вещи. Вера в Иисуса Христа. Действительно, спасение через Иисуса, благодать это дар Божий во Христе Иисусе. И библейская модель церкви, она настолько, ну, отличается от того, чему меня учили. Ведь где двое или трое собранного имя его там, и он уже посреди. И даже если нет там родословных, если даже это, будем так говорить, не породистая церковь. Нет там белой косточки, голубой крови. Но слава Богу, у нас есть кровь Иисуса Христа. И вы знаете ли, вот эти все, вот эти оккультные вещи, да, вот мощи полуалтарем и прочее. Эти оккультные вещи, они пришли в христианство как, ну, неизбежные вещи. Понимаете ли? Когда уже взгляд церкви был не на Христа, а когда взгляд церкви был уже на Божьей частью, на Богородицу, на святых. Понимаете ли, врагу только того и надо. Убрать наш взгляд от Иисуса. На что угодно, на его маму, на его друзей апостолов, на самых уважаемых людей, прошлого или настоящего, на что угодно. И на чего угодно. Понимаете ли, но если наш взгляд от Иисуса отстранен, то все. Бери голыми руками христиан. На самом-то деле, секрет очень простой разрушения церкви. Как ни странно это звучит. Как вот те евреи, которые во времена исхода, понимаете ли, они ужалены были, в числах помним, да, историю с медным змеем. Были ужалены, укушены были, допустим, были напуганы как минимум. Представьте, если там масса змей появляется, и они там кусают. Тем более, что, кстати, в украинском, в одном из переводов, там как раз переведено более правдиво. В оригинальном тексте еврейском, там говорится не только о змеях таких, вот, как кобра, там, гюрза, там, какие-то еще ядовитые змеи есть на планете, да, опасные. А о сверхъестественных змеях говорится. И в украинском переводе есть это. Там говорится о серафах. Серафы, или серафимы, как мы и говорим, или по-арабски асрафил. Это пернатые существа, или крылатые существа, ангельские существа. А в описаниях они шесть крыл имеют, двумя закрывают лица, двумя закрывают ноги, двумя они летают. Серафы – это божьи посланники, один из видов ангелов. То есть, ангельские миры, они очень разные тоже на самом-то деле. То есть, как и человеческий род. Нельзя говорить, что это одинаковые люди. То есть, люди все разные, есть разные расы, есть разные, будем так говорить, очень разные расы. С разным характером, ментальностью. Ангельские миры тоже очень разные, на самом-то деле. Есть разные виды ангелов. Вот, и есть серафы. Их описания именно шестикрылые. Вот, и в оригинальном еврейском тексте говорится не только о змеях, таких физических. Они тоже жаляли, наверняка выполняли свою грязную работу тогда. Но, от них можно еще защититься как-то, знаете ли, отбиться как-то от таких змей. А попробуй отбейся от сверхъестественного змея. Понимаете ли, серафы, дело в том, что, когда переводы мы смотрим, да, большинство христиан почему-то не до конца смотрят словари. Потому что больше нравятся нам первые варианты, они обычно самые такие интересные. Но дальше есть еще другая правда. Вот, и серафы, серафимы, обычно мы их переводим как огненные, горящие, пламенеющие. Ну, это одна сторона их. Но, без обид, но у них есть и другая сторона. Серафы, они же переводятся как жалящие, поражающие. Понимаете, значит, ужалящие, смертельно ужалящие. То есть, как бы, это их, понимаете ли, это не то, что они плохие, да, или нет, они хорошие, ну, они наши, будем так говорить, да. Но они выполняют божью работу. Иногда Бог посылает своих ангелов с миссией такой, ну, не очень приятной миссии, как бы, да, не очень хорошей, а именно поражая. Так вот, и когда был поставлен медный змей, по тексту оригинальному, большинство христиан почему-то не видят этого. Кстати, евреи на это внимание больше обращают, но обычно молчат, потому что это, как бы, против традиционного иудаизма, как бы, козырь определенный. Дело в том, что по тексту вполне вероятно, что шла речь о медном змее не такой, как вот кобра или герза, там, как вот на медицинских этих вот символах, а именно сераф. Потому что медного змея выставлять наверх, то есть, а перед тем говорится о серафах, поражающих народ. То есть, скорее всего, это был сераф. Тем более, что, понимаете ли, когда история с медным змеем, она даже для традиционного иудаизма считается одной из самых запутанных тем. И обычно цадики древние говорили так, что придет Мессия, Машнях, то есть Христос, и он все расскажет. Он объяснит эту, как бы, запутанную историю. А мы знаем, что он реально пришел, Мессия, Иешуа, Иисус. Он пришел, и он реально разъяснил. И понимаете ли, если это было все-таки изображение серафа, а по контексту книги чисел, 99% можно предполагать, что это был все-таки сераф медный поставлен. Тем более, что ему потом кадили, и называли его Нехуштаном. Разбирая слово Нехуштан, тоже знатоки еврейского языка утверждают, что идет речь не о присмыкающемся, а о пернатом, крылатом существе. Интересно, то тогда, если сераф был, то тогда, я не утверждаю 100%, возможно, там есть, как бы, такой вариант еще, но почти 100% можно сегодня говорить уже, исследовав писание, что идет речь о серафимах. И тогда, значит, двумя крылами закрывает лицо свое, двумя свои ноги или жалящий хвост, и двумя летает. Тогда он издалека напоминал именно крест. Понимаете ли? Тогда это прямое указание на крест Голгофы. Понимаете? Тем более, что Иисус говорил, что как Моисей вознес мею в пустыне, так должен быть вознесен Иисусу Человеческому. Очень интересная история, это вообще, ну, я люблю такие темы разбирать. Они, конечно, спорные, и далеко не все переводчики соглашаются, но не исключено, даже те, кто не соглашаются, не сбрасываются с счетов, потому что идет речь о серафах, сверхъестественных существах, жалящих народ тогда Израиль. Дамы и господа, и какой исход был, какой выход был для ужаленных и для испуганных, которые их жалили не только физические змеи, но и сверхъестественные жалы были. От Бога было поражение это, не просто это было так, вот эти напасть. Им надо было смотреть на медного змея или серафа. Надо было смотреть. Те, кто смотрели, конечно, ну, там, наверное, змеи были в шоке. Представьте, их кусают, а они хоть бы что. Да. И даже сераф, даже серафимы, они были бессильны. То есть сверхъестественное жало, не только такое естественное жало, даже сверхъестественное поражение от Бога, оно было бессильным. Даже серафы, жалящие, они не могли поразить этих евреев, которые взирали на медного серафа или медного змея. Смотрели, наверное, зрелище было удивительное. Сотни тысяч людей, миллионы человек смотрели на этого медного серафа. Смотрели и были живы. Но если бы кто-то из них отвернулся бы, он открыл бы возможность для действия смерти, проклятия. Вы знаете, та сцена, и страшная одновременно, и прекрасная сцена, описанная в числах. Понимаете ли, это образ для церкви сегодня, для христиан. Мы должны взирать на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Не позволь никому, никакому даже самому хорошему учению, даже самой хорошей практике и самому прелестному какому-то такому, допустим, правилу, увлечь тебя от искупителя твоего, Иисуса Христа. Не позволь ни к чему и никому, вот именно между тобой и Христом что-то поставить. Отвлечь тебя в сторону, потому что враг знает прекрасно. Убери ты взгляд от Иисуса, ты становишься уязвимым для действия проклятия, действия врага. По сути, свобода от разного рода проклятий в жизни человека, лишь один у нас исход, это сам Иисус. Нет других, можно конечно пошаманить, помолиться за кого-то, что-то совершить, еле помазания, что-то еще. Есть разные рецептуры, даже библейские. Но они все становятся просто-напросто религиозной мишурой, если не будет самого главного взирания на Христа, самого человека, самого грешника. Потому что если человек не воззрит на того, кого он бразил, грехами своими, то грош цена всему религиозному действию нашему, абсолютно. Дамы и господа, братья и сестры, поэтому пусть из истории христианства, кстати, самый главный урок для меня был именно вот такой урок, чтобы не позволить никогда врагу сбить прицелы мои, никогда взгляд от Иисуса не убрать, не позволить. Потому что как раз очень много примеров, более чем достаточно примеров из истории христианства, именно тогда, когда врагу удавалось взгляд от Иисуса убрать в сторону, тогда приходили большие проблемы. Даже не только в жизни отдельного человека, целых церквей поместных, целых конфессий огромных, национальных объединений даже огромнейших. Представляете? То есть получается даже и на уровне отдельного человека, и на уровне поместной церкви, и на уровне даже целого национального большого объединения религиозного, оно так и происходит. Да, слава Богу. Божьи генералы. Да, вот хорошая книга, да, хорошие примеры, Божьи генералы, тоже история христианства, только вот уже вот нашего времени. Ой, слава Богу. Так вот, и у нас просто не так много времени, я уже начал как бы, ну в принципе самое главное я сказал сегодня уже, это хорошо. Успел так, это хорошо. И, да, потому что вы можете остальные вещи как бы запомнить, не запомнить, это уже другое дело. Ну вот это запомните обязательно, потому что это самый главный урок. Когда в школе, в библейской школе, допустим, где-то в семинарии, там, конечно, мы там больше имен, дат, стараемся как-то запомнить, осознать, как понять. А вот в таком публичном семинаре, я думаю, что самое главное, важнейший урок взять для себя какой-то. Вот, и пусть уроком из истории церкви, сегодняшним уроком, вечерним, будет именно вот такой, как раз, я взираю на Христа. Есть песня вот такая, баптисты, песятники стали пели ее, там тоже пели, как раз. Взойдем на Голгофу, мой брат, или сестра там. Там посланный Бога, Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним, пойдем перед ним. Взойдем на Голгофу, мой брат. Другие стихи еще есть, хорошие очень купли, это такие. И вот смысл такой, что, конечно, идет речь не просто сделать Голгофу такую каменную, или деревянную, или какую-то еще нарисованную. Пусть перед взором твоим будет сам Христос, который распят, который воскрес, который вознес и который снова грядет. То есть, вот это, ну, сама суть, сама суть нашего христианства, нашей веры. Все остальное, это уже наносное. Вот это сама суть. И трагически произошло в истории так церкви, что, начиная вот с того периода, о котором я рассказывал в первой части семинара, произошло не просто смешание с язычеством, как это я называю, но именно отвлечение людей от Господа, от самого, от самого важного, от самого главного, от искупителя Иисуса Христа. И даже сам Христос в той теологии новой, он совершенно иной, другой. Он не евангельский, не библейский Христос. Другое о нем представление совершенно. Вот такой пример. Крещение Руси было, когда у нас? 988. Так вот, за 48 лет до того, в 940 году, был такой эпизод. Да, 940 год. Такой был эпизод интересный. Значит, одному монаху приснился сон, ну, там как бы такая история. Приснился сон, и это из истории как раз смешания с оккультизмом христианства. И этот свой сон, он пересказал, а приснилась ему одна монашка, Феодора, о судьбе, уже покойная тогда уже монашка, о судьбе, которую он переживал, как бы, где она сейчас, вот эта Феодора, там, как она, там, уже за гробом, как бы, существует. Вот, и он пересказал всю историю, это сновидение это свое, пересказал наставнику своему, Василию Новому, преподобному такому. И этот Василий Новый записал сон монаха Григория, прокомментировал, потом у него там нашлись художники, проиллюстрировали его подробно. И родился бестселлер религиозно-мафиозной системы, который до сих пор миллионной людей смущает вот лжехристом. По сути, лжехристианский культ родился еще один, который нашел свою нишу в христианстве, к сожалению. И метастазы пустил по всему телу Христа, так или иначе. Очень мало, то есть, христиан на практике свободен от этого лжеучения, очень мало. К сожалению, от спиритизма, имею в виду, от спиритического учения в целом, которое чуждо христианскому духу на самом-то деле, чуждо настоящему Христу. А смысл этого сна был очень прост. Этот Григорий получил откровение во сне, что якобы после смерти душа идет по таким мытарствам, по таким таможням, заставам, мытницам. И на каждом мытарстве испытывалась душа в каких-то определенных грехах. На каждом мытарстве, там мытарство блуда, допустим, зависть, осуждение, пьянство, серебролюбие, там того сего, пятого, десятого, всего двадцать насчитала душа, это Феодоры, по крайней мере. И на каждом мытарстве компетентные, там, ответственные товарищи, бесы, которые, знаете ли, отвечают за этот вот грех непосредственно, отвечают за этот фронт работы против человеческого рода, как бы. И вот, и на каждом мытарстве, значит, происходила примерно одна и та же сцена. Феодора, ну, попадала туда, ну, ее приводили ангелы, вот, и выходили бесы эти, и выходили с рукописаниями, ну, списками этих грехов. То есть, они всю жизнь подсчитывали, подбивали, сколько, значит, она там, значит, задолжала им по этим грехам. И на каждом мытарстве ставили весы, и на чашу весов они ложили вот эти злые дела, грехи. Ну, как бы, душа в шоке была, конечно, каждый раз, ну, не виновата, и я, знаете ли, и ангелы уже хорошие, как бы, говорили ей, успокойся, у нас для тебя есть хорошая новость, мы тоже не зря хлеб едим, как бы, мы тоже занимаемся подсчетом, учетом, да, приход, расход, все. Значит, и они подсчитывали, оказывается, добрые дела ее, ну, то есть, как бы, вот, ну, анти-тезис какой-то, значит, и что она делала хорошего, допустим, в жизни. И вот она, да, ангелы доставали свои списки и ложили на чашу весов другую, противоположно, пытались уравнять, по крайней мере. То есть, если перевешивали бы злые дела, тогда, ну, все, тогда душа оставалась бы там, вот, на какое-то энное время, знаете ли, для того, чтобы своими страданиями, как бы, там формулировка такая страшная вообще. Как бы, удовлетворить, как бы, Бога, вот, как бы, его суровость и, как бы, и искупить грехи, вот, своими страданиями. Описания там жуткие вообще, там Чикатило и, значит, и, значит, датели, все остальные изверги, это просто так, мальчики, просто-напросто, скауты. Там, значит, там такие, там их грешников и во фритюре жарят, их, значит, там и парят, и варят, значит, еще только не изгаляются. Ради того, чтобы, знаете ли, маркиз де сад, это просто, значит, вообще-то студент, какой-то любитель. Значит, и, представляете, значит, и вот описание средневековой самой ужасы, знаете ли, даже там инквизиторы бледнели, значит, вот, и для чего, чтобы заставить человеков, живых людей, поверить в то, что вот после смерти, вот такими страшными мучениями, как бы, удовлетворяется Бог, то есть бесы работают на Бога, значит, удовлетворяя его справедливость, как бы, суровость его, и когда Бог скажет, ну, все, я вижу, уже, как бы, она уже намучилась, ну, это окей, все, давайте до следующего КПП. И так 20 раз. И так 20 раз, представляете? Ой-ой-ой, при том, что душа, а, все учение еще, оно еще сложнее. Значит, дело в том, что эта монашка, вот в чем прикол-то, как бы, это как говорят, да, что эта монашка Феодора всю жизнь по монастырям, как бы, вроде нагрешить не успела так сильно много, но там такой был спрос, она говорит, я вот уже и все позабывала, такие вещи, такие, а там у них все подписано вообще, чуть не сколобели самой, а небесы ходят за душой, там и только-только пишут, 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 пишут. Вот это да. Да. И, значит, то есть, Феодора поняла, что даже ее житие такое, как бы, вроде, как бы, ангельское, и такое, как бы, такое смиренное, и монашеское, и все, и то, говорит, еле-еле душа в теле. То есть, она, притом, она говорит, что на некоторых мытарствах там серьезный был кризис, то есть, злые дела начинали перевешиваться. Но ангелы успокаивали ее, душа уже в истерике, представляете, значит, что сейчас начнется. Значит, ангелы успокаивали, говорили, у нас для тебя еще одна хорошая новость, какая? За тебя молятся. О, ну хорошо. Вот, значит, и достают мешочки с молитвами, и досыпают на чашу с хорошими делами. И, ну, не то там там бесы обвешивали, не то там, короче, реально было много больше зных дел. Но, короче, грамм сто-двести, ну, не хватало, понимаете ли? А это в том измерении, это там, короче, столетие мучений. Одним словом, Феодорова искупили, вот, уже, как бы, за счет молитв, вот, того же самого преподобного Василия Нового, как бы, там, вот, и так далее. И вот, ну, дальше самый интересный начинается. Она прошла все 20 этих КПП, этих моторств, таможень, представьте, вот это да. Прошла, казалось бы, теперь живи да радуйся, а нет. Самое страшное ее ждало впереди, оказывается. Это был тронный зал Иисуса Христа. Оказывается, все бесы отдыхают вообще, по сравнению с тем, что было потом. Представляете, попадая в тронный зал Иисуса Христа, не чтобы сейчас женщина, ну, представьте, какой стресс испытала. Она померла в этот день, да, прошла 20 таких ужасных испытаний. Там насмотрелось всякого. Значит, еле-еле ее доставили сюда. Не чтобы как-то успокоить ее, эту женщину, так Иисус, он добивает ее просто, в общем, морально добивает. Он, как бы, обращается к ней с такой речью, вообще, с претензиями, как она здесь вообще оказалась вообще. Вот, значит, и что, значит, что, как бы, перед бесами, как бы, уже стремно бросить ее туда, значит, но, как бы, но она не заработала ни капельки, ничего из того, чтобы, значит, иметь какое-то даже право, там, ну, где-то там дрова носить или воду, понимаете ли? То есть, Феодора, там, говорил, что со страху я бы померла бы, если бы не была уже мертвой, как бы, знаете, вот, да, да, но вот тебе теплый прием, в кавычках, вот это да. Представляете, в сценарии тупиковые ситуации, да, ну, а куда, скажем, все? И вот, я писал все время рассказы разные, когда тупик, знаете, бывает, надо что, беспроигрышно, новый персонаж, 100% работает, и вот, и здесь тоже самое, новый персонаж, вдруг, дверь открывается, где-то там, есть какие-то двери там, как-нибудь, представляете, вот, свои там, кулуары, значит, открывается где-то дверь сбоку, и заходит мама, Мария, Богородица Пресвятая, Царица Небесная, она появляется, Иисус встает с трона, мама, у нас здесь важное заседание, пожалуйста, а мама говорит, сын, я все слышала, она подслушала, представляете? Это как говорят, почему на еврейской свадьбе не целуются, знаете? Есть разные приколы, объяснили, почему не целуются? Я-то, ну, не знаю, почему, потому что рядом с женихом сидит твоя мама, и говорит, Сема, кушай, Сема, кушай. И есть такая, видишь, и мама такая заходит, которая с претензиями такими, и говорит, сын, ну, понимаешь, обители много, в конце концов, значит, да, душой больше, душой меньше, погода не сделает, как бы, и понимаю, что, ну, я так вольно привожу ее слова, но она, как бы, сказала, признала, что, да, душа, короче, ни рыба, ни мясо, ни богу свечка, ни черта, ни черта, говорится, но, но все-таки, она так молилась мне, говорит, и вот ради мамочки, ради мамы, сын, ну, подпиши, проходную туда вот, в рай, ну, ради, только ради мамы. И, короче, она все-таки уломала, уговорила Иисуса, да, значит, как мама манипулировала просто, тем, что, а что обо мне скажут? Она так молилась мне, что это напрасно, что ли, значит, как бы, значит, ну, вроде как бы, ну, на земле меня не будут даже, ну, как бы, уважать за это, как бы, почитать, как бы, кто же будет молиться мне, если я реально ничего не могу сделать вообще, просто как бы, как английская королева какая-то, знаете, вроде как бы королева, а сама ничего не правит реально. Ну, одним словом, все, и ради того, что она царица-таки небесная и владычица, там, и прочее, ну, мама, ну, только ради вас, вот, только ради вас, подписывают ей пропуск в рай. Вот, значит, ну, короче, там, пару столетиков мне не подходят даже, но, ладно, живи и радуйся. Да, и вот, значит, и представляете, вот, вот такое интересное резюме, такое для этого монаха во сне было, что, значит, все, главное, чтобы там иметь своих связь, да, да, блат такой, блат, ходатай, да, о, и ходатай какой, получается, не Иисус, да, мама, Дева Мария, Пресвятая Богородица, и представляете, вот это учение, то, что я сейчас, ну, я, конечно, так, вольно рассказал, на самом-то деле это учение, оно такое, очень большое, там, его, не знаю, и в семинарии будущим священникам этим промывать мозги очень серьезно, понимаете ли, очень много в доказательство еще других всяких снов, видений, сновидений, спиритических, этих, спиритических опытов, то есть, когда святые старцы многие там, они общались с умершими, душами умерших людей, как бы, и узнали,